Компания МТС представила стратегию развития бизнеса на 2020-2022 годы. Помимо основного телеком-бизнеса, упор делается на развитие экосистемы цифровых продуктов из финтеха, медиабизнеса и цифровых решений для бизнеса и телекома. Разберемся, почему компания делает ставку на эти направления. Новая стратегия – это следующий шаг в эволюции нашего предложения клиенту. Это клиентоцентричность нашей стратегии. А2.0 – это новый взгляд на цифровую трансформацию. Мы хотим улучшить жизнь нашего клиента за счет новых сервисов завтрашнего дня. Мы говорим о представлении целого набора новых цифровых сервисов, продуктов, которые мы будем создавать для наших клиентов. И мы верим, что вот это движение в создании мультипродуктового предложения для нашего клиента, оно позволит увеличить и срок жизни с нашим клиентом, и доход от нашего клиента, и лояльность клиента нашему бренду. Экосистема МТС включает медиабизнес. Компания будет не только создавать, но и распространять контент. Как говорится в стратегии, по итогам 2022 года число пользователей цифрового ТВ МТС должно превысить 10 миллионов. Потребление медиа-контента проживает очередную трансформацию во всем мире, и Россия, на мой взгляд, проживает эту ситуацию второй раз. Первый раз это случилось в середине 90-х годов, когда возникло очень много частного телевидения, и во второй половине 90-х стали образовываться телевизионные сети. Процесс поиска ответа на вопрос, в каком балансе жанров, героев, смыслов и эмоций мы будем более конкурентоспособны. Поиск ответа на этот вопрос – это первейшая задача на ближайший 20-й год. Один из приоритетов – финансовые сервисы и мобильный банкинг. Помимо традиционных банковских услуг, таких как кредиты и депозиты, это брокеридж и страхование. Могу сказать, что финтех для нас – это какое-то новое направление. В группе давно уже был банк, им была миноритарная доля. В конце прошлого года, в начале этого года МТС сильно увеличил свою долю внутри МТС банка. Видя ту перспективу операторских продуктов, самое важное, что у этого рынка есть – это очень существенные темпы роста год в году, то есть больше 20% малого отраслей, которые растут такими же темпами. Это первое. И второе – очень высокая монетизация. В 2022 году количество пользователей услугами финтех и банка МТС должно составить 10 миллионов. Следует и запубликованной стратегии компании. Субтитры создавал DimaTorzok